Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель министра ЖКХ энергетики Республики Саха-Якутия Виталий Дмитриевич Руфов. Виталий Дмитриевич, приветствую вас. Добрый день. В последнее время часто на слуху у нас такой термин, как концессионное соглашение. Что же это есть, концессия в сфере ЖКХ? Под концессией я понимаю, прежде всего, взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса. В этих целях со стороны бизнеса создается государственное или муниципальное имущество, посредством эксплуатации которого концессионер получает возвратные инвестиции и прибыль. Коротко можно характеризовать это под концессией. А в чем заключается работа согласно этим концессионным соглашениям? Согласно концессионному соглашению, концессионер, который выигрывает конкурс или заявляет по частной концессионной инициативе, обязуется создать или реконструировать тот или иной объект. В данном случае, получается, в сфере ЖКХ это будут объекты теплоснабжения, объекты генерации, объекты водоснабжения, объекты водоотведения и так далее. — Скажите, а какие обязанности концессионеров? То есть, кто за что отвечает, какие гарантии и у бизнеса, и в частности у государства? — Ну, концессионер, он в соответствии с концессионным соглашением обязуется построить и эксплуатировать данный объект. По идее, концессионные соглашения — это долгоиграющие документы и, соответственно, срок реализации их более 10 лет. Например, в отличие от энергосервисного контракта. При этом концессионер, в соответствии с инвестиционной программой, в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования, имеется в виду тарифов, он осуществляет деятельность и получает необходимую валовую ручку и возвращает свои инвестиции. В том числе, у него есть небольшая, скажем так, маржа. Государство, в свою очередь, гарантирует ему утверждение этих долгосрочных параметров регулирования, гарантирует утверждение долгосрочных тарифов, гарантирует утверждение инвестиционной программы и предоставление компенсаций в случае, если концессионер не доберет необходимый объем валовой выручки. То есть, Вы сказали о тарифах. Есть надежда на то, что благодаря этим концессионным соглашениям, может быть, они снизятся или они будут надолго установлены и не меняться? Что хорошего в этом для граждан? Для граждан, безусловно, это, во-первых, когда создается объект, это появляется новая услуга. Например, возьмем село. У них было котельной, появилась по концессии котельная. Соответственно, граждане получили благоустройство. Это большой плюс. Но мы должны понимать, что возникают, опять же, расходы государства, связанные с субсидированием по льготным субсидиям. Это раз. Второе. Если, например, у нас создается или реконструируется имущество уже на основании действующей системы коммунальной инфраструктуры, например, в селе у нас работает три котельных, мы их оптимизируем, строим одну котельную по концессии. Соответственно, тариф здесь может не увеличиться или даже снизиться. Поэтому здесь есть два момента. Хорошо. А не получится ли так, что концессионное соглашение – это форма государственно-частного партнерства, которая предполагает передачу государственного имущества на определенное пользование инвестору? То есть не получится ли вторая сторона медали, когда инвестор, пользуясь случаем, наоборот, будет завышать тарифы? Ну, я думаю, что это недопустимо, потому что в любом случае потенциальный инвестор, он же консессионер, он обращается к регулятору, то есть Государственный комитет по ценовой политике. Соответственно, регулятор уже регулирует и смотрит предварительно долгосрочные параметры регулирования, и смотрит восстановление тарифов. В любом случае резкого скачка быть не может. Скажите такой момент. Если, допустим, ну хорошо, сколько у нас сейчас на территории республики действуют такие соглашения? На территории республики у нас действуют, реализуются три консессионных соглашения. Это с 2011 года проработаны и заключены до 2016 года, вот этот период. Это у нас, прежде всего, первая самая, это Алданская концессия в сфере теплоснабжения. Также у нас есть муниципальная концессия по Намскому району, тоже в сфере теплоснабжения. И в сфере теплоснабжения у нас также действует концессия по Ленскому району. Как проявили себя эти соглашения? Эти концессии, они заключены порядка на общую сумму где-то 3 миллиарда рублей. Они долгоиграющие. Намская, например, на период до 2030 года, да, ну проявили себя положительно. Главная цель у нас это модернизация коммунального комплекса. Котельные и тепловые сети, они модернизируются. Соответственно, повышается качество предоставления услуг. Но по нашим данным, реализовано мероприятие примерно на 1 миллиард рублей. Скажите, а вот эти соглашения, они какие-то типовые? Кто устанавливает сроки вот этого соглашения, я имею в виду пользования государственным имуществом инвесторов? Или как это происходит? Ну, как таковых типовых соглашений нет. Нет, но мы к этому подходим, так или иначе, да, мы сотрудничаем, министерство ЖКК сотрудничает с Министерством инвестиционного развития предпринимательства, да, мы тесно работаем, и в этом отношении у нас уже в ходе нашей практической деятельности появились несколько типовых проектов. То есть это у нас по теплу, по теплоснабжению, по объектам водоотведения. Вот, например, у нас есть готовая заключенная консессия в этом году, да, по строительству канализационных очистных сооружений в селе Чуропча на 500 кубических метров с общим лимитом к обложению 69 миллионов рублей. И, соответственно, уже на базе этого проекта мы уже запускаем в дальнейшем наши другие инвестиционные проекты. А не предусматривают ли эти соглашения, например, приватизацию этого объекта? Нет, однозначно нет. Это 100%, да? Я вот, как ранее отметил, да, консессионер, смысл в чем? Он за свои средства, за привлеченные средства, ну, в том числе и кредитные, конечно же, да, он формирует, я подчеркиваю, государственное и муниципальное имущество. То есть по итогам строительства и эксплуатации данного объекта, когда он вернет свои инвестиции, он обязан вернуть этот созданный объект государству. А сколько средств предполагается привлечь в сфере ЖКХ по этим соглашениям в дальнейшем? В дальнейшем, но, может быть, расскажу про этот год. На что их потратить? Про этот год расскажу, да. В этом году мы как бы провинулись дальше. У нас в планах в этом году заключение семи консессионных соглашений. Из этих семи консессионных соглашений у нас предполагается к модернизации 14 объектов на общую сумму 507 миллионов рублей. Ну, соответственно, у нас в настоящий момент заключено соглашение по КОС-Чурабча. В стадии подписания у нас находится строительство котельной в поселке Хани. В стадии подписания у нас находится строительство КОСа в городе Нюрба. Также у нас на сайте Миниинвестора размещено предложение о заключении консессионного соглашения по котельным ЦУП и КАТ в Покровске. Мы прорабатываем вопрос заключения консессионного соглашения по строительству котельных в селе Магарасы. Пять котельных в Нюрбинском районе. И у нас возникает котельная в селе Тумул с оптимизацией двух действующих котельных в Мигинок-Нагаласском районе. Эти наши планы, которые мы должны выполнить в этом году. То есть они должны быть построены уже эти котельные? Нет, мы заключаем соглашение. А строительство мы планируем обеспечить в межотопительный период следующего года. Что касается ваших планов, то что наши планы на следующий год, то мы планируем предварительно 11 проектов на 27 объектов общей суммой 950 миллионов рублей. Это у нас в основном строительство модернизации котельного хозяйства. У нас получается Мигинок-Нагаласский район возникает, там у нас газификация есть, то есть перевод котельных на газовое топливо. Усть-Алданский район, Татинский район. Также собираемся работать в Верхневилюйском районе. Хотим проработать модернизацию котельных в Сунтарском районе и в Нюрбинском районе. Также планируем приступить к проработке вопросов по строительству канализационно-честных сооружений. Это у нас получается Батагай, поселок Батагай, Табага и КОС Золотинка-Нюрбинского района. Скажите, далеко не у каждого инвестора есть свободные деньги и наверняка они могут привлекать какие-то кредитные ресурсы. Заинтересованы ли банки в этом? Банки заинтересованы прежде всего в первую очередь, потому что мы понимаем, что для них это бизнес, кредитование. С нами активно работает Алмазер Гиенбанк по нашим консервным соглашениям. Также принято решение на уровне Министерства Российской Федерации. Они совместно со Сбербанком России проработали коробочное решение. То есть это типовое решение для потенциальных консервиров, инвесторов. Для того, чтобы они могли прокредитоваться по льготным процентам, то есть процент у них где-то от 11 до 13 процентов годовых, на долгосрочные кредитные средства в целях строительства объектов консервного соглашения. А предположим, есть инвестор, который готов вложить деньги. Что ему делать, куда обращаться, как ему заявить о себе? Ну, прежде всего, наверное, я хочу сказать, что он должен подойти, обратиться в наше министерство. Почему? Потому что, прежде всего, объекты ЖКХ, они отнесены к нашей компетенции. Мы должны предварительно посмотреть, проработать с потенциальным консервированием его деловое предложение. Но после этого уже можем запустить данный проект. Дело в том, что у нас сейчас распоряжением главы правительства формируется международная рабочая группа, проектный офис, по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ. Как раз-таки в этот проектный офис будут входить все заинтересованные стороны. Это МинжКХ, уполномоченный орган по консессиям у нас в республике, это Министерство инвестиционного развития, регулятор Государственный комитет по ценовой политике, Министерство экономики, наше подведомственное учреждение и предприятие. То есть, можно быть уверенными, что в будущем, благодаря таким соглашениям, у нас станет меньше проблем ЖКХ? Да, Марина, безусловно, это наше приоритетное направление. В условиях, когда инвестиции, бюджетные инвестиции, я имею в виду, сокращаются, мы хотим восполнить их, сбалансировать за счет привлечения частных инвестиций. И для нас, прежде всего, это означает, что новое строительство, это новые объекты, это своевременная модернизация, уход от взноса, реновация наших основных фондов. Соответственно, мы гарантируем надежность и устойчивость теплоснабжения. Спасибо, благодарю вас за беседу, наше эфирное время завершается. А я напоминаю зрителям, у нас в гостях был заместитель министра ЖКХ энергетики Республики Саха-Якутия Виталий Руфов. Будьте с нами в курсе событий. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.